Добрый вечер, 20.05 в Москве, это программа «Археология». 11 сентября 2013 года у нас на календаре. Ну, это, мне кажется, одна из тех дат, которые говорят сами за себя. Не так много у нас таких дат раскидано по году, и это одна из самых недавних. 11 сентября 2001 года. Одни из самых громких терактов новейшего времени, теракты в Нью-Йорке. И, собственно, это день, когда нам следовало бы поговорить о терроризме. У нас в России свои 11 сентября, конечно, были. У нас свои очень близкие даты. 1 сентября 2004 года — это Беслан. А 23, если не ошибаюсь, 23-25 октября 2002 года — это теракт на Дубровке. Так что у нас есть свои годовщины. И хотелось бы, между прочим, чтобы они так же вспоминались и так же были камеморализированы, как и 11 сентября в Америке. Но об этом мы еще поговорим. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот когда мы сейчас думаем даже не о терактах в Нью-Йорке, а о Беслане, о Дубровке, это как будто они из другой реальности, как будто не про нас. То есть существуют террористические акты. Был теракт в Домодедово, да? Был взрыв на Каширке. Но это какие-то вещи, которые всколыхивают наше общество, да? А потом волна затихает, и мы продолжаем жить вот всей той же прежней жизнью. Наша ежедневная жизнь никак не связана с терроризмом. И между тем, Россия, вот сейчас у меня перед глазами лежит документ под названием Global Terrorism Index, глобальный игру терроризма. Россия находится на девятом месте из 160 стран по риску терроризма. То есть, чтобы понимать, насколько близка и ощутима эта угроза. Мы стоим после Ирака, Пакистана, Афганистана, Индии, Йемена, Сомали, Нигерии и Таиланда. И за нами сразу такие страны, как Филиппины, Судан, Конго, Колумбия и Сирия. Вот даже Израиль, о котором мы слышим ежедневно, он дальше позади нас. Он на 20-м месте по риску терроризма, а Россия на девятом. И вот хочу понять, почему мы так высоко стоим в области террористической угрозы, ждать ли нам новых терактов, что нам ждать и каких-то более высоких рисков в связи с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Об этом поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это ведущий научный сотрудник ММО, Институт мировой экономики международных отношений Екатерина Степанова. Добрый вечер, Катя. Это Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Добрый вечер. Добрый вечер. И главный редактор с сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Добрый вечер. Ну, давайте сначала, прежде чем мы поговорим о России, в том числе и с нашими слушателями, поговорим о том, что в мире изменилось с 11 сентября 2013 года. Общественная террористическая угроза выросла за прошедшие 12 лет? Вопрос. Вопрос, да. Нас так много? Да, да, да. Ну, давайте, может быть, да. По статистике могу сказать, потому что, в общем, я принимала участие в разработке методологии вот этого индекса, который учитывает не просто вот число инцидентов или число, скажем, убитых, да, как минимум четыре параметра, там интегрировано учитываются, еще число раненых, оценка материального ущерба для 158 стран. И тенденция, главная тенденция последних 10 лет, потому что статистика только до 2011 года включительно доступна, это рост террористической активности, всех ее показателей, абсолютно всех. И по числу, и по жертвам, и по размеру ущерба. Там он приблизительно оценивается. И по вот этому концентрированному, интегрированному композитному индексу, который объединяет все эти четыре параметра. Есть, вот если говорить о России, да, как она соотносится с мировыми тенденциями, есть для нас хорошие новости, а есть плохие. Хорошая новость, вот Сергей сказал, что это ужасно, что мы в конце первой десятки, а я скажу, что это не так уж и плохо, что мы, учитывая нашу интенсивность, в общем-то, использования террористических методов в связи с ситуацией на Северном Кавказе, что мы где-то между Таиландом и Филиппинами по уровню террористической активности. Меня потрясло, что мы впереди Израиля. А потому что в Израиле, во-первых, в этот индекс не включены данные по палестинским территориям, а только по самому Израилю. А он прекрасно отгородился, так сказать, у него там одна из самых эффективных контртеррористических стратегий и практик в мире, да. А во-вторых, понимаете, в чем я вижу относительно, конечно, хорошую новость, в том, что вообще террористическая активность в мире, она не то, что равномерно распределена по вот этим вот 158 странам, а она очень жестко сконцентрирована за последнее десятилетие, после 11 сентября. И вот ее основной объем, львиная доля, больше половины всех терактов, где-то до половины жертв всех, да, убитых в терактах, приходится всего на два-три, первые три государства. И это конфликты в этих государствах совершенно определенного типа, совсем не того, который у нас имеет место на Северном Кавказе, совсем не того, который имеет место в Таиланде, на Филиппинах и еще там в двадцатки-тридцатки азиатских стран. Приходится на Ирак и на Афганистан. Так, Афганистан. Но вот все-таки можно сказать, что 11 сентября и информационный шок от этого теракта, они изменили ситуацию, изменили баланс в мире. Что терроризм почувствовал свою силу в полной мере после 11 сентября. Знаете, я хотел тоже такую ремарочку взять. Алексей, да. Если по аналогии с Израилем отделить от нас Северный Кавказ, мы, наверное, где-то в середину списка попадем, а может быть даже ниже. Поэтому это так, в общем-то, все относительно. То, что касается, я вот, к сожалению, с вами не согласен, хотя математикой такой точно не занимался. И вот представления не имею, но я доверяю, что вы хорошие параметры взяли, их исследовали, получили. По моему внутреннему ощущению, так скажем, это называется такое внутреннее наблюдение изнутри борьбы с терроризмом. А я, в общем, до сих пор общаюсь очень активно с ребятами, которые постоянно сейчас участвуют в спецоперациях на Северном Кавказе. Я считаю, что у нас террористическая активность уменьшилась. Для меня параметр, знаете, какой? Я считаю, практически уверен, что ничего подобного 95-му в Буденновске, 2002-му в Нордойсте и 2004-му в Беслане мы сейчас не получим. А я согласна. И опять же, благодаря чему? Благодаря тому, что нанесен очень серьезный удар и урон, расчленена вот эта вот, скажем, банформирование террористическое, в том числе на Северном Кавказе. И сейчас, возможно, и мы это видим постоянно, такие, ну, извините, конечно, с моей точки зрения, такие щипки, там, взрывы, когда, там, два потерпевших раненых или взрыв, там, кто-то один погиб. Нельзя говорить, что только один погиб. Но это не те теракты, которые мы в том числе наблюдали в Америке 12 лет назад. Я бы даже больше сказал, вы правильно сказали, что он терроризм какой-то везде разный, там, в Таиланде один, там, в Израиле другой, а у нас совсем третий, вы знаете, я иногда говорю, что, вы знаете, президент сейчас вот мне понравилось, сказал, что надо усилить борьбу с терроризмом, еще у нас вот это, есть понятие, которого нет нигде понятий, ну, ладно, бог с ним. И преступностью. Вы знаете, вот сейчас разница между терроризмом и преступностью, она, как таковая, стертой. Я всегда противник между ними, имею только черное и белое. Так вот, вы понимаете, вот, например, скажем, пришли, например, какому-то чиновнику на Северном Кавказе, там, может быть, даже чиновнику Министерства внутренних дел, и говорят, ты нам будешь платить. В общем-то, по кодексу это обычное вымогалово. Он, например, отказывается платить. Его минирует машина и взрывает. Все, налицо террористический акт. Но, по идее, как квалифицировать это? То есть, это такие, знаете, местные преступные разборки. Мы все относим к террористической активности. А на самом деле, это наша внутренняя беда, и она к терроризму как таковому. Вот, кто, к тому терроризму, который, например, которым были обусловлены акции, там, в 95-м Буденновске, Норд-Осте и Беслане, отношения уже никакого не имеет. А вот интересный, кстати, вопрос здесь ставит Алексей. Я хочу Екатерину и Андрея тоже подключить. Насколько наш терроризм, наши теракты, которые нам всем знакомы за последние 10 лет, они сопоставимы с тем, что происходит на Западе? Это часть вот этой вот радикализации ислама, радикализации методов борьбы? Или у нас какие-то свои, вот то, что сейчас здесь говорит Алексей? Если говорить о тактике, о методах проведения терактов, то, конечно, идет обмен опытом и идет обмен технологиями. Например, в России впервые был совершен теракт шахидками. И только потом, через полгода, произошел первый подрыв шахидки в Иерусалиме. То есть можно сказать, что чеченская тактика, придуманная Басаевым, потом была заимствована Хамасом на палестинских территориях. То же самое происходит со структурой подполья на Северном Кавказе. Оно меняется и изменилось. Самое ключевое изменение произошло где-то в 2006-2007 годах. И от квази такой военной структуры, когда, если помните, в 90-е годы чеченские полевые командиры очень любили называть себя генералами бригадными. У каждого была бригада. Они перешли к ячейкам. И это абсолютно не чеченское изобретение, не северокавказское изобретение. Это изобретение, которое было и в Латинской Америке, и у ирландцев. Это ячейство структуры, когда буквально 3-4 человека знают командира. И этот командир уже общается со всеми остальными. Таким образом получается, что проникнуть в такие структуры для спецслужб намного сложнее. И изменения в том числе и самих терактов, то, что сейчас нет таких терактов, как были захваты заложников, о которых мы говорим, тоже обусловлено совершенно другой стратегией, которую взяли боевики. К сожалению, это не только результат деятельности спецслужб. Это в том числе и результаты деятельности и осмысления опыта и боевиками. Они поняли, что сейчас неэффективно пытаться организовать большое нападение на город, как было, например, в Нальчике в 2005 году, когда 200 человек появляются в городе, пытаются его захватить, гибнут, прежде всего, они сами. А намного более эффективно это наносить точечный удар по сотрудникам правоохранительных органов, получать потом какие-то акции в ответ. Страдает мирное население, и мирное население начинает вставать на стороны боевиков, как это происходит в Дагестане. В результате нам кажется, то, что говорит Алексей, что происходят только точечные какие-то мелкие булавочные уколы, а на самом деле меняется общественное мнение. И прежде всего оно меняется не в Москве, где, вы правы, абсолютно всем по большому счету все равно, а меняется на Северном Кавказе. И люди начинают, ведь идет же борьба за сердца и умы, постоянно она идет, между правоохранительными органами и боевиками. И если боевики могут спровоцировать правоохранительные органы на какую-то неадекватную реакцию, то, соответственно, общественное мнение начинает переключаться и поддерживать боевиков. И по весне все новые люди уходят в зеленку. Абсолютно верно. Ну, я не согласен с такой тенденцией, что все больше и больше людей уходит. Я считаю, что есть у нас зоны, где удалось эту тенденцию побороть. Та же Чечня. Мы же говорим сейчас о том, что у нас не только в одной республике. Посмотрите, сколько республик сейчас. Я считаю, что 80% терактов это Кабардино-Балкария и Дагестан. А еще, например, 10 лет назад даже странно было бы подумать, что это не Чечня. А Чечня там сейчас самый спокойный регион. После него была Ингушетия. Взялось руководство, взялось власть за работу. Работает. И сейчас уже Кабардино-Балкария. Сейчас уже Дагестан. И опять же, в свое время Дагестан был лидером. Сейчас Кабардино-Балкария. Вы чувствуете, они слабое место постоянно ищут. Где слабая власть, там они пытаются жить. Я вижу пока только расширение географии, к сожалению. Я не вижу, чтобы... Раньше можно было сказать, что есть чеченский терроризм, ограничить всю территорию Чечни, сказать, что может быть у них есть базы, где они отсиживаются, это Ингушетия, и все. Сейчас этого уже нет. Я вот вам скажу, что с точки зрения мировой статистики происходит. С точки зрения происходит действительно изменение сути конфликта. То есть фрагментация того, что было относительно консолидированным движением чеченским, в общем, выходило за рамки иногда, но было сконцентрировано сепаратистское движение сначала, потом приобрело все более отчетливый исламистский, смешанный такой исламистский сепаратистский характер. И очень высокой интенсивности был конфликт. Он считался там вплоть до середины 2000-х годов, он был просто на уровне крупных конфликтов. Вот с тех пор он исчез из баз данных международных, включая известную Псальская, самая крупная база конфликтов, в такой конфигурации. Теперь, значит, как он фиксируется, как очень фрагментированное противостояние. Да, на более широком ареале, но, конечно, уже на уровне, они на это называют minor conflict, то есть конфликт низкой интенсивности, и с другим составом участников. С одной стороны, Федеральный центр местной власти, а с другой стороны, вот эта вот сеть мини-джематов. Не все даже они полностью интегрированы, там называют иморат Кавказ, но это одна ли сеть, или это скорее тип группы, да? И совершенно верно было сказано о том, что часто воспринимается как терроризм, а на самом деле это межклановая какая-то борьба закамуфлирована. Один клан, так сказать, у власти, второй нет, да, и за какие-то другие дела. То есть надо понимать, что там не то, что весь он идеологический такой со стороны мини-джематов, там очень сложный клубок насилия, из которого не всегда просто даже вычленить. Ну что ж, фишки расставлены, основные аргументы мы и привели. Продолжим нашу дискуссию о терроризме после перерыва.